Добрый, добрый, добрый день всем! Переходим к матчу между командой Secret и Team Malaysia. На данный момент Team Secret движется у нас вместе с малазийцами по верхней сетке, проигравшей в данной катке в формате Best of 3, отправляется у нас в нижнюю сетку, ну, стандартная схема любого лан-финала. Ну, с Сикретом, по-моему, это не грозит. Во-первых, по составчику, во-вторых, и по пику Сикреты взяли тех, кем умеют играть. Артизи, скорее всего, будет играть у нас на Phantom Assassin, SF для С4 на мид-лейн отправится. Вполне может быть, что Шейкер будет у нас для Зая в сложную, Лина будет саппортить. Ну, и Пупей еще одного героя возьмут. Или, опять же, Пупей и Куроку заберут себе и Шейкера, и Лину, а для Артизи кто-то придумается. В общем-то, это не проблема. Добрать еще одного героя. На данный момент Малазийцы. Кстати, да, Зай, в принципе, да, Зай еще, может, в сложную, кого-то могут добрать. Магнуса забанили Малазийцы. Оффлейн не видят в данном пике. Ну, я тоже не вижу Оффлейн, на самом деле. Шейкер в сложную, разве что Team Empire у нас отправляется. Остальные ребята практически этим не злоупотребляют. Со стороны Малазийцев. Лишрак, Вайпер, Леон и Акс. Вполне может быть, что Акс у нас будет фармить. Лишрак с Леоном посаппортит. Вайпера можно отправить как на мидлейн, так и в сложную можно отправить Вайпера. Все зависит от последнего пика команды Малазии. Ну, забанили Сенкинга по данному пику. Team Secret. Ну, расстановка по онлайнам, на самом деле, у Малазийцев универсальная. Куда кого не отправь, Лишрак и в сложную мог бы постоять, если вдруг его в керри направите Малазия. Акс, соответственно, фармить может и в легкой, и в сложной. Лишь бы был хороший саппорт, хороший подсейф на всякий случай. Соло Акса оставлять, наверное, проблематично. Как ни крути, все-таки рассказ. Тут Team Secret магический на ранних лвелах, очень даже приличный. Лина Шейкер, СФ. Если выйдут на Акса, вряд ли его отпустят. Вот, поэтому какой-то подсейф для Акса все равно необходим. Соло его не отправит. Ну и Феникс. Феникс последним пиком. Джонни забирает себе Феникса. Куху будет играть на Лишраке. Кеца Кэмба берет Вайпера себе на мидлейн. Ну и все, в принципе. Я думаю, что Куху на Лишраке должен, по идее, здесь выфармливать. Ну, опять же, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Опять же, не пикает сразу Малазия своих героев. Ждет, что тут у нас решит секрет. Ну, тут, в принципе, схема простая. Артизи фармит на Фантом Ассасин. Пупей будет играть на Шейкере. С4 на СФ отправляется на мидлейн. Курок уберет себе Лину. Ну и Зайп сложная на Клокверке. Тут особенно не разгуляешься по пику Team Secret. Несколько секунд у нас остается. Ну, вообще, по данному турниру вышли команды вообще лучшие из всех уголков мира. На данный момент у нас Secret, скорее всего, сильнейшая команда в Европе и одна из сильнейших команд в мире. Ну, где-то топ-10, конечно, при хорошем раскладе для секретов, но можно претендовать на топ-10, я думаю, данному коллективу. А вот, малазийцы, в свою очередь, в Азии. Всех, в принципе, наказывают, равных себе не знают. Ну, и неудивительно, что Team Malazia, бывшие Yahoo Malazia, вышли у нас на лан-финалы Star Series. Охайо отправляется на сложную на Аксе. Будет ли к нему под сейф, мы сейчас узнаем. Но вполне может быть, что Муши отправится у нас на топ-лейнг Охайо. И там хоть как-то ему поможет. В соло Аксу здесь, мне кажется, не справится. Во-первых, Куроку просто замучает у нас Охайо. Благодаря спамам своих скиллов. Пупей тоже у нас с Охайо не слезет. Ну и кто-то будет фармить. Артизия, скорее всего, будет фармить у нас легкий лайн. С4 уже у нас в Боттл примерно планирует выйти. Поэтому, да, Артизия тут встал на мидлейне, как будто это его место. В этой команде, по-моему, Артизия уже место определено. Мидлейн у нас место для С4. Муши, Джонни и Кецакэмба сражаются за нижний лайн. Пока что с ними никто из состава команды Сикрет сражаться не собирается. Зай отправляется на сложную линию. Пока что в гордом одиночестве. Ну и Куху на Лешраке будет здесь вместе с Муши просто фармить. Просто фармить. Джонни отправляется у нас на туплейн. Куху все-таки, да, керри Лешрак. Фармящий Лешрак, который, по факту, магическим рассказом должен... ...где-то, ну, наверное, левел к десятому команду Сикрет очень сильно накалять. Пуш-потенциал, как таковой, не прослеживается. Кроме Диаболиков Лешрака ничего тут вообще в перспективе нарисоваться не может со стороны команды Малайзия. Ни тебе Шадоу Шаманов, ни Винам Мансеров, ни Ликанов, ни Ченов, никого в общем. Поэтому Лешрак, если Диаболик прокачает, я думаю, что это будет даже немножко удивительно. Пока что Куху у нас фарм выходит через Лайтнинг Сторм. Я думаю, через Сплит-Ос будет здесь вместе с Заем стоять на линии. И перемещается Леон у нас в лес. Муши занимается здесь отводами. На мидлейне расположился Вайпер против СФ. У СФ бедовая ситуация. Вайпер вообще по дефолту должен СФ изничтожать здесь на мидлейне. Посмотрим, как это выйдет у Кецы Кымба. Но СФ тоже, в принципе, не новый игрок у нас в Доте. Поэтому его-то не так просто загнать. Даже несмотря на то, что у Вайпера есть преимущество некое на ДСФ, мягким на ранних левелах. И у СФ, я думаю, по рукам преимущество есть на Кецы Кымба. И никто с этим спорить не станет. Артизи фармит на Фантом Ассасин на топ-лейне Охайо вместе с Джонни здесь. Джонни, в общем-то, может вполне комфортную жизнь здесь для Охайо организовать. Уже 4-1 крип стату Акса на данный момент. Ну, одна пачка из двух досталась Аксу уже неплохо. У Артизи в это время 4 на 0. К уроку идет у нас без крипов. Вообще, основная цель к уроку не давать подходить к Артизи, не давать возможность фармить игрокам команды Малайзия на топ-лейне и позволить Артизи забрать свои артефакты. По команде Сикрет, будет ли у нас СФ выходить в Мекку? Ботл уже у СФО имеется. Мека, кроме как на СФе появится, ни у кого не может в составе команды Сикрет. Здесь, скорее всего, Мидер тоже отправится в Мекку. Вайпер, в общем-то, все чаще у нас собирается именно в данный артефакт. Ну и о чем говорить СФ у нас? Давным-давно уже главный ответ, главный по Мекказму в составе любой команды. Ну что, Пупей может, в принципе, закрывать здесь Шейкер, закрывать здесь Фиссура и Вайпера. Вайпер не спускается на лоу-граунд. Пупей, по-моему, момент свой потратил. Было три Койла у СФ, была возможность все проюзать. Маны хватало. Ну что, вгрызается у нас Кеца Кэмба в СФО. Налога по СФО, хорошая Фиссура для команды Сикрет. Но если бы Пупей ее пораньше проюзал и закрыл со спины здесь Вайпера, был, я думаю, вариант разобрать Вайпа. Тем более, Пупей был недалеко. Там где-то 2-3 удара с руки можно было Вайперу нанести и таким образом отправить в таверну мидера команды Малайзии. Этого не случилось, так что обсуждение закрываем. У Артизи 12 на 2. На первом месте Кеца Кэмба 17 на 5. Но сформить Вайпером на мидлейне, вы понимаете, это вообще несложно. Поэтому, конечно, и СФО так сильно проседает по Крипстатам. 9 на 0. КС у мидера команды Сикрет. Вайпер вообще старается не проседать по ХП, только поймал один Койл, сразу же юзает Хилинг Селф. Кеца Кэмба переживает, потому что где-то рядом может быть Шейкер, какая-нибудь Фиссура и вот этих 20, там, 25, 40, 100 ХП может не хватить Кеца Кэмба, чтобы пережить первый выход на него на мидлейн. Пока что Пупей уже выходил и об этом знает мидер команды Малайзии. И так будет повторяться в любом случае. Зая выгнали у нас со сложной линии. Ничего не остается. Зая, как ходить на фонтан, хилиться Курьер у нас. Только для СФО на данный момент работает. Туда-сюда Ботл тягает им. Зая, если на руну не везет с Регеном, то что делать еще Зая? Батла у Зая нету, денег у него на Ботл тоже не имеется. 6 крипов за 4 копейками минут. Где, собственно, эти деньги вообще можно взять. Вышли на Зая. Кухум. Стопит Зая за счет Лайтнинг Сторм. Или он не дотягивается. Ни Хексом, ни подкопом. Вообще, дабл стант здесь от команды Малайзия на нижнем лайне. По идее, Клокверка в порошок стирает. Тем более, Клокверка без артефактов. 600 хп у Клока. Ну, здесь достаточно серьезное раскаст. Тем более, третий Молнии, который вообще спамиться могут нон-стоп. Все-таки 4 секунды КД. Ну да, Зай не прекращает у нас Молнии давать. Муши попытался выйти здесь на Куху. Точнее, Молнии не прекращает давать. Муши попытался выйти на Зая. В итоге, зацепить не удалось. СФ. Просто со спины обходит Кецок МВА. СФО на мидлейне. Команда Сикрет теряет первый фраг. Филсблат делают на них. И Малазийцы повели. 1-0. Охайо агрит на себя Артизи. Сразу на Куроку переключается. Фессура пошла от Пупея. Охайо под ноги станут Куроку. Развалили в итоге Акса. 1-1. Закончился этот файт, который растянулся у нас вообще на всю карту. Ну, в разных частях разные файты, но тем не менее. По одному фрагу сделали обе команды. За Пупеем пошла погоня. У Куху есть Штормлайтник. Удар от Молнии. Слоу и Феник забирает еще один фраг для команды Малайзии. Артизи в окружении двух врагов фактически. Но Артизи дерется. Блин пошел у нас по Куху. Куху на лоу хп. Можно теперь на Джонни переключаться. Откуда у Артизи столько смелости? 1600 по голде, правда, есть у Артизи. Ну, по артефактам ничего особенного у Артизи не было. Ну, и здесь, скорее всего, по Духаю, я думаю, Артизи развалится. Нет, юзает стики пока что уходят. Ну, не на кого блинкануться даже. Нет, Артизи в итоге не догорает. Хотя, нет, Артизи на последних копейках просто. 10 хп. И последний тик у нас от Спиритов Джонни. И 3-2 становится счет. По итогу файта 360 забрали малазийцы. И 480 по экспе. По экспе больше все-таки Сикреты вывезли из данной драки. По голде Малайзия выигрывает 1700. По экспириенсу 1500. Тоже для азиатского коллектива. Артизи готов вернуться. Сразу же на Охай. Джонни здесь в кустах. О нем, я так понимаю, не знает команда Сикрета. Так и есть. Неотвиженно, но Джонни уже отсюда уходит. Лишак на нижнем лайне. 33 на 8. 34 на 2 Охай. 41 на 11 Кецек Мбар. Ну и пожалуйста, дальше уже у нас идет СФ. На четвертой позиции. Артизи на пятой. Далеко, конечно, команда Сикрета у нас отошла. Но не будем забывать, что у них очень серьезный потенциал вообще на лейт. СФ, конечно же, Фантом Ассасин, Лина, которая в лейте чудеса творит. Ну и не стоит забывать о кадровом составе команды Сикрета. Просто так в лейте кому-то что-то отдавать вряд ли Сикреты соберутся. Тем более Малайзия. Малайзия вроде как не фаворит в этом матче совершенно. Ну ждем. Пупей обходит у нас слоу граунда команду Малайзии. Будут Джонни, я так понимаю, пытаться ловить. Потому что Охайо очень долго нужно пилить. Пупей просто ставит в арты и бежать отсюда. Джонни знает, где находится Пупей. И Муша знает также, где находится Пупей. Смоук не теряет команда Малайзия под смоком. Выходят в спину, скорее всего, Артизи, да? СФО перемещается у нас на топ-лейн. Будут цеплять Охайо. Пупей фиссуру пока не дает. Надо словить Охайо. Охайо не успел никого загреть. Забирают у нас в итоге Охфлейнера. Лина на лоу хп. Куроку здесь должен от Кецакэмба умирать. Драка 2 в 1. Там еще и Зая убили на легкой линии. Причем в соло Кухуеву развалили. Ну что, подрались в итоге 2 в 1. В пользу команды Малайзия, тем не менее. 9 минут сыграно. Малайзийцы 3000 по золоту и по экспириенсу 2500 тоже в пользу Тим Малайзия. У СФО уже есть Боттл и есть Пауэртретс. Как там у Кецакэмбадила? У него уже есть Хедреска, есть Баклер и совсем чуть-чуть остается до Мекки. СФО по фарму здесь просто в аду личном. 3-150 у Шадоу Финда на руках, ну вообще общий Нетворс и 4-800 у мидера команды Малайзии, у Вайпера. Вайпер перефармливает своих оппонентов очень серьезно и всех, начиная от СФО, заканчивая Артизи, я уже молчу о Пупее. Ну Пупее у нас, понятное дело, за фарм вообще не борется. 3-1 по Крепстату у Пупее, это все, что удалось фиссурой где-то настилить. У Артизи 39 на 6. По Нетворсу Артизи держится на втором месте, ну делит его со своим тиммейтом с СФО, который на миде в принципе все, что надо было проиграть. Вайперу проиграл. 2-0 Кецакэмбай идет у нас, СФ идет 0-1-1. У Артизи в принципе дела идут неплохо, 2 кила мейнкерри команды Сикрет сделал. Умирать умирал всего один раз, но это на ранних левелах не очень критично на самом деле. Немного отдал своим оппонентам, так что не страшно. Ну что ж, пошел в рыб у нас от Джонни. Шейкера очень быстро развалили, Пупей в таверну, Охай, бежит быстрее, чем это делает Артизи. Но пытается команда Сикрет кайтить своих соперников, в принципе частично это получилось. Желание бежать дальше у малозийцев было отбито. Артизи ближе подходит, хоть как-то попытаться засейвить свой тавер. Можно и ворваться на самом деле, диаболики так укуху закончились, но тавер стоит. Тавер не донайбл, еще в принципе достаточно много его бить надо до данного состояния. Артизи отправляется на нижний лайн. Пошел фармить и это очень важно. Артизи надо забрать какие-то артефакты. Надо что-то делать по этой мбилду, потому что Фантом как голая не убивает. Сама по себе она конечно как герой очень сильно, но для этого надо хотя бы маломальские артефакты. Она не так зависима как скажем антимаг от артефактов или кто-то еще. У нее криты, которые сами по себе дамажат. У нее даггер, который через криты чудеса творит. Но если мы говорим о каком-то серьезном лейте и выходе хотя бы в мидгейм в приличном внешнем виде, то Фантом Ассасин минимум необходим. Доминатор или БКБ. Вот что-то такое. Где-то минутик 20 было бы неплохо заиметь Артизи. В целом конечно команда Сикрет, несмотря на то, что отстает, держится очень и очень уверенно. Полторы тысячи Малайзия выигрывает по экспириенсу, по голде. Три тысячи тоже в пользу Малайзии, но графики так не сказать, что неумолимо прям движутся в их сторону. У Сикретов есть такое ощущение, что ситуация подконтрольна. У них есть план Б. План Б просто дичайший. Артизи на Фантом Ассасин. Этот план Б в принципе разрежет здесь пополам каждого. Была бы возможность. Но эту возможность должны другие игроки команды Сикрет создавать. Лишрак в это время у нас забрал Пупея. Сделал это на мидлейне. Перемещается сюда С4 и сразу же уходит. У Лишрака уже есть Аркан Буци, есть Пойн Булстер, Сол Ринг. Ну Лишрак в итоге выйдет у нас... В итоге выйдет у нас в Бладстоун. Разберет свои Аркан Буци, да собирает Фейс Буци из них. Ну а Бладстоун первым артефактом, наверное, не лишним. Все-таки если Малайзия сейчас сильнее экономически, где-то должна быть и позиционно сильнее. Как-то давлением все-таки обрезать постепенно фарм команды Сикрет. И такие наступательные артефакты, вообще наступательные мувы, а большое количество маны и хороший мано-реген для Лишрака, это очень даже наступательно, хочу вам сказать. Вот, поэтому, конечно, Бладстоун собирать есть смысл. Тем более, что Малайзийц убивают сейчас больше, если там натикает в Бладстоуне достаточное количество зарядов. Почему бы нет? Для Лишрака это вообще безусловный плюс. У Вайпера уже есть Мека. После ПТ приобретает еще Глосс оф Хейст Вайпер. Интересно, куда? Неужели это будет Медас? Сторм, Медас? Ну, скорее всего. Скорее всего. ПТ у него уже имеется, поэтому... Я думаю, что Вайпер выйдет в Медас. Хотя и Милл Стром... Почему бы и нет? Собственно, фармишь себе большая скорость атаки. Мол, не добивают, свое дело делают. Вайперу... Да любому, в принципе, с Милл Стромом фармить полегче. Ну, скорее всего, Кицикамба все-таки в Медас выйдет на долгую перспективу. У Фантома Ассасин. 1400 на руках на данный момент. Аквила уже есть. Есть ПТ, есть Пурман Шилд для Артура. Больше пока ничего. ПА пока ничего не собирала. Тут, по большому счету, ну, возможно, будет ранний башер. Возможно, нет. Сейчас увидим. Хотя бы какой-то артефакт. Если, как подсказку, Артур организует, то сможем понять. Ну что, у нас забрали СФа. СФа у нас лежает в таверну на лоу хп Куроку. Куроку догорает здесь вот суперновый. Минус 3 делает команда Малайзия. Что с секретами случилось, непонятно. Это не те секреты, которых видели мы еще, наверное, недели-две назад. Или, может, это не те Малайзии, которые я комментировал 3-4 дня назад. Ну, малайзийцы видно, что настроились. Сейчас ошибок практически не делают. Подставляться не подставляются. Бегают в четвером минимум. Перемещение по карте очень даже обдуманное. И все, в принципе, все, ну, весьма-весьма профессионально. Иначе к секретам подходить нет смысла вообще. Секрет не та команда, которая будет прощать ошибки. Тут состав, сами понимаете. Каждый из состава топ-2 или максимум, минимум, точнее, топ-3 Интернешнл. Ну, это слишком хорошо. Чтобы где-то сливаться и где-то не доигрывать, не дорабатывать. Ухай уже есть даггер. Также есть Транквил Буци, Ринку, Фриген. Все это выход Форстав. У команды Секрет. Клокверк с оффлейна вынес себе только Транквил Буци и Урну в Шадоу. Зая. Дела хуже, чем у Акса. И хуже на 2000 по золоту. На первом месте по-прежнему Кеца Кэмба, хотя С4 не сильно отстает. Несмотря на две смерти, причем безответные от С4. Отставание всего-то 666 по голде. Ну, не критично вообще. Ну и Лешрак. Вроде бы и фармит неплохо, но проигрывает Артизию Лешрака всего-то 800 копеек. Как только появится Батлфьюри у Фантом Ассасин, я думаю, что ситуация поменяется. Будет ли Артизия врываться на Куху? Видит ли вообще его? С4 у нас опять погибает. Оунычо от команды Малайзия. Что же творится с Сикретами? Артизия на ботом лейн. Быстрее бежать. Блинт на собственных крипов или на вражеских. На любых. Главное свалить отсюда. Потому что в спину ему уже дышал Лешрак. Там совсем немного бы и проблемы оказались бы у Артура. Охайо ждет тоже своего времени на врыв. Пока что врывы от Акса просто на ура происходят. 2 кила сделал сам. 1 ассист. Да, конечно, умирал. Но какой это инициатор, если он не умирает. Ну и до Форстафа совсем чуть-чуть остается Охайо. В принципе, пол карты можно будет с двух кнопок пролетать. С4 перемещается на топ лейн. Собирается С4 по классической схеме выйти в ЕУ. Есть уже Мека для него. Есть ПТ, есть Боттл и Маджик Вонт. По сборке, в общем-то, все стандартно. Ничего другого ожидать нельзя было. У Вайпера появляется такий Мидас. И больше пока ничего. Совсем немного по золоту Вайпер себе насобирал. Конечно, перефармленный Вайпер это хорошо. Перефармленный Вайпер на ранних левелах это еще лучше. Но с Мидасом вряд ли Вайпер у нас быстро выйдет. В необходимый тот же Аганим. То есть минут 8, наверное, Кецкомбе еще фармить и фармить. Ну, в это время будет время для... В это время будет время. В это время у Фантома Ассасин. Возможно, появится, наконец-то, Баттл Фьюри. В общем-то, Артизи осталось совсем немного. Где-то тысяча или чуть-чуть меньше по золоту. Кецкомбаку. Хуи Муши на Рошана выходят. И Сикреты знают об этом. Зай запустил туда ракету, но врываться никто не собирается. У тебя смещается стоплей на Пупе. Можно и подраться. В общем-то, Роху-то им еще пилить и пилить. И Рошан тут нормально побил. Охайя врывается на Артизи. Агрят на себя. Подкоп от Муши. Лагуна Блейд сразу же. Муши развалили. Ульта пошла у нас от... Ульта пошла у нас от Джонни. Джонни тоже в Супернове развалили. Зай на Лоу ХП. Куху на Лоу ХП. Сфо на Лоу ХП. И один Артизи выживает в составе команды Сикрет. Минус 4 делает Сикрет. Минус 4 делает Малайзия. Сейчас увидите, что по золоту там произошло. По золоту Сикреты должны быть в плюсе, но тем не менее нет. Очень даже странно. 4 в 4 подрались. И в принципе все равное по голде. Правда по Экспе Сикреты заработали на 800 больше. Очень хорошо для европейского коллектива, что не отвалился у нас Артизи. Ну как европейского, мирового в принципе. И Артизи, и Зай. Это не Европа, это Америка. Поэтому будем говорить, что сборная мира в составе команды Сикрет. Баттлфьюри наконец-то появляется для Артизи. Теперь хоть как-то можно будет по фарму догонять того же Лешрака. Ну и Вайпер тоже. Вайпер проигрывает Лешраку. Артизи полторы тысячи отставания. Я думаю сократит достаточно быстро. И артефакты новые. И чем быстрее будут появляться, тем больше шансов у команды Сикрет из этой ямы, в которой они оказались выбраться. Пять тысяч по голде Малайзия выигрывает. По экспириенсу четыре тысячи тоже для малайзийского коллектива. Ну смоук от малайзийцев на мидлей. Охайо выполняет свою роль, вообще играет свою роль на пять с плюсом. Постоянные врывы, постоянный агр на себя. СФ от СФО просто в панике уже. 2-5-1 у СФО. Эти проблемы не будут заканчиваться. Тут Мекку даже не успевает провязать у нас в итоге СФ. Просто агр и рассказ под ноги от команды Малайзии. Очень слаженно делать. Держится малайзийский коллектив. Клокверк у нас. Крадет Аегис. И по-моему Рошана тоже забрал. Да. Зай у нас забирает Роху. Зай забирает также Аегис. Врыв через Кукшот убил Рошана. Здесь вряд ли, конечно, Зай останется в живых. Но мув был крутой. Я и смотрю. Зай у нас с Аегисом. Зай забирает Аегис, но не крадет его, а забирает. Потому что именно Зай у нас убил Рошана. К силам тьмы отошел данный персонаж. В Оголде здесь Сикреты в четырем, конечно. В четвером слились. Но это не так критично, как могло бы быть. Роху забрали. Хочется, и сразу тоже потеряли. Не знаю, стоило ли врываться. Но если уже ворвались на Роху, то программу максимум, конечно, Сикреты выпал. Но то, что они горят по Оголде и по ХП, это, конечно, факт. Что с этим делать, пока что не ясно. У нас и Артизи постепенно начнет умирать в скором времени, если вся команда будет сливаться нон-стоп по четыре человека. Артизи просто спустился в шахту и добывает себе деньги. У него немного вариантов. Ему надо выйти в БКБ. Надо выйти, возможно, в Башер в Абисал Блейд. Доминатор. Ну, классическая схема. Фантомка не очень универсальна по артефактам. Понятно, что Фантомке что ни купи, все хорошо. Но есть стандартный набор артефактов, который делает Фантом-Ассасин Фантом-Ассасин. Врыв на Охай, возможно, будет отвечать команда Сикрит. Нет, Пупей уже волнуется, Пупей боится. Он пять раз умирал и умирать еще раз незачем вообще. У Артизи криты по 800. Все пока что для команды Сикрит не так страшно, как могло бы быть. И на отметке в 5000 Сикриты держатся. По экспириенсу, правда, где-то 7 они уже проигрывают своим оппонентам. И, внимание, Артизи всего на 400 отстает от Кецы Кымбы. И на 500 отстает от Куху. А это вопрос трех патчек рипов. То есть это совсем немного по времени. Или лесной один проход от Фантом-Ассасин. И все, в принципе, будет уже в пользу ПА. Врыв пошел нас от Зая. Зай закрывает у нас Муши. Муши отъезжает в таверну. Вгрызается Кецы Кымба в Зая. Зай быстрее ТП-аут. Больше ему свайперам сражаться не хочется. Здесь уже посражались. Зай у нас потерял Эггис. Умер сам Артизи. Агрится на Охайо. Надо сейвить Артизи. Где крипы? Артизи у нас мансует. Не домансовал. В итоге Лешрак забирает у нас мейнкерри команды Сикрит. 28 по итогу этого файта больше, конечно, для малазийцев. Саппорт в одной точке карты и мейнкерри в другой. Тут и по голде, и по экспириенсу Малазия впереди. Даже несмотря на то, что они 28 выигрывают. Но слишком ценная фигура здесь. Фантом-Ассасин. Куроку поймали. И Куху делает еще один фраг. Седьмой фраг для Лешрака. Охайо, как всегда, в центре событий. Ринго Фриген не превратился. В итоге Форст Тафф для Акса. Акс приобретает себе БКБ уже на данный момент. Аксу, в принципе, по артефактам тут ограниченный набор. То есть для него БКБ. Даггер. Ну, БКБ даже не обязательно. Просто Даггер и Вангвард, например. И Акс уже серьезная боевая единица. Ему не нужно. Так долго выфармливать артефакты, как, скажем, Клоку или Шейкеру. Да и той же Фантом-Ассасин. Необходимо минимум 3-4 важных дорогих артефакта. Чтобы в лейте быть полезной. У Акса это получается само собой. Тут Берсеркер колл не дает. Пробивать легко Акса. И Даггер обязателен для врыва. А БКБ это уже, в принципе, Охайо, я думаю, жиру бесится. Честно говоря, у команды Малайзи на Аксе на данный момент все необходимое имеется. Охайо в Инвизе. Зай это знает, он это видел. Поэтому должен проинформировать свою команду. На данный момент с Сикретом лучше вообще вместе не собираться. Во-первых, Агаро Охайо. Во-вторых, раз каст от Лешака. В-третьих, Леон подкоп по всем. Да и в довесок ко всему ульта Феникса. Охайо Пупей видит. Пупей, в принципе, сам разбиваться у Бакса не должен соло. Посмотрим, будет ли Охайо прыгать. Прыгает. Агрит на себя Пупей. Правда, промазывает Агром. Пупей. Фиссуру поставил и нужно бы отсюда бежать. Ну, куда ты, в принципе, убежишь? Муши. Подкоп. Finger of Death. Минус Пупей. 22-8. Команда Secret уже 7500 горит. По золоту и 9000 по экспириенсу тоже для малайзийцев. В Малайзии нужно что-то решать, на самом деле. С Пушем, именно этим Кухуль сейчас и занимается. В скором времени команда Secret поднимет голову, как только появятся необходимые артефакты для Артизи, он пойдет в бой. Поэтому команде Малайзии желательно к данному моменту, к тому моменту точнее, к ожидаемому, снести хотя бы внешние товара. Где-то на хэк-граунде уже пытаться там зайти или не пытаться зайти кого-то принять и зайти на хэк-граунд без героев соперника. Это уже не суть как важно. Но то, что внешние товара снести не лишним было бы, это факт. Малайзия закрепит свое преимущество по экономике таким образом, да и вообще не даст возможности команде Secret после смерти быть мобильными. Да и просто перемещаться по карте в какой-нибудь из файтов. Кецкинба уже у нас с Яшей, 3300 у него на руках. Сгорает Т2, это не проблема. Диаболики плюс Вайпер с Незертоксином. Тауэр терпит и минус еще одна вышка для команды Secret. На мидлейне Т2 уже нет. Остались только товара на хэк-граунде и бараки. Перемещается Малайзия на топ-лейн. Под смоком Team Secret. С4 забирает пачки крипов благодаря скиллам. Там просто крипы пропали сами по себе. Ну и под смоком. Быстрее сюда. Артизи поймали. Охайо забирает скорее всего Артизи. Слэмданк от Охайо. Развалили. Артизи. Каллингбейт от Охайо. Уже столько бед команды Secret у нее. Зай врывается в Охайо. Пошла ульта у нас от Лины. Куроку забирает в это время у нас Акса вместе с Шейкером. Минус один делает команда Secret. Потеряли только Артизи. Погоня дальше за Пупеем. Все, драка оканчивается. 23.9. Один в один подрались. По итогам файта. Секреты 999 заработали у нас на Аксе. Ну и 2500 экспириенса на одном несчастном Аксе. Как много платят теперь за Акса. Там и на Артизи, конечно, неплохо поднялись малазийцы. Но, тем не менее, сейчас ЗАГСа, наверное, побольше платит. Потому что, как-никак, команда Малайзия 23.9 выигрывает. У СФ появляется БКБ. Есть также ЕУ. Для него есть Мека. Стандартная сборка для СФ. Следующим артефактом, я думаю, будем ожидать. Скади. Но СФу надо переживать раскасты. Он не может вообще даже 3-4 секунды прожить. Если агрит на себя его Охайо, то СФ данный скилл не переживает. Каллинг Блейд прилетает ему в голову еще до того, как заканчивается действие Берсеркер Кола. Куху с компанией на Топ Лейн. Кецокомба здесь со своим Незертоксином. Диаболики врубает Куху. Т2 за считанные секунды сгорит. Лифа у команды Сикрет не имеется. И Топ Лейн точно так же можно спушить. Я думаю, что развернуться необходимо команде Малайзии. Пока что рановато. В принципе, здесь они на одном скилле и на одних способностях персонажей забирают Тавара. А идти дальше боковать без необходимых скиллов это явно лишнее. Ну, Куху с Охайо здесь. Джонни тоже с ними. И планируют, что кто-то выйдет пофармить. И таки выходит у нас к уроку. Прибегает сюда Куху. БКБ от Охайо. Налу хп здесь Лина. Лина в таверну. Зай выталкивает его из когов. И Зай таким образом переживает данный файт. Охайо быстрее тэп аут. Куху будут гнать. Артизи за ним. Диаболики от Куху. Ну и все. Куху за дерево и бежать быстрее. Пупей. Не стал даже давать наугад фиссуру. Там Вижена как такового не было. По итогам файта опять в плюсе Малайзия. 520 они. И 1200 по экспириенсу тоже за малайзийцами. У Артизи есть БКБ. 10-ти секундный хороший рабочий Black King Bar. Правда необходимо Фантом Ассасин в кучу собрать всех игроков команды Малайзия. Кто это будет делать пока что непонятно. Ни Магнуса, ни Энигмы, никого в составе команды Сикрет не имеется. Поэтому в кучу надо собирать будет. Я даже не знаю как это делать. Скорее всего Артизи придется по одному вырезать своих оппонентов. Пока что других выходов не видно. Продолжение следует... Артизи осмелел. На вражескую половину уже переместился. Там забирает Эншент. ФСФО тоже у нас готов немножко, я так понимаю, попушить. В это время команда Малайзия допиливает уже Рошана. Айгель забирает себе Кухун. У него есть Бладстоун. Ему нельзя умирать. Зай в это время прилетел в Охайо. Охайо вообще без травм оказался в итоге. Ну и все. И в итоге размен не состоялся вообще. Куху на лоу хп у нас. Кстати, на лоу хп на мидлейне. Куху неплохо так настреляли. Айгес он не потерял. Но надамажили очень сильно. Куроку быстрее бежать. Охайо за Куроку. Куроку в принципе мувспида предостаточно. Тут и Юл есть. И Транквилы хорошо дают возможность бегать. Но Куроку еще и по дороге крипов подфармливает. 32 минуты сыграно. 10 тысяч по золоту Малайзия. По экспириенсу 11 тысяч тоже в пользу Тим Малайзии. Опа, 3300 на руках. Артизии необходимо приобретать башер. Надо как-то контролить хотя бы кого-то. Акс не должен вообще делать все, что ему угодно. То же самое с Лешироком. Он не должен бегать и сжигать всю команду. Я думаю, Артизия об этом прекрасно понимает. Не столь критичен башер, как Абиселл Блейд, который нам Фантом Ассасин позже понадобится. Ну, сами прекрасно понимаете, без башера никаких Абиселл Блейдов не будет. 3600 по-прежнему на руках у Артизии. У него 14800 общий нетворс. И отстает всего ничего тут на 500 по голде от Мейн Кири команды Малайзии. От Кецик Мба, который играл Вайпером на мидлейне. Охайо. Берстеркер Колл через 2 секунды не дали улететь С4. Хекс у нас от Муши. И Муши через Фингер Оф Дэс забирает мидера команды Сикрет. Артизия уже на топ-лейне. Он продолжает фарм. У него 4200 уже на руках. Ничего пока Артизия себе не приобретает. Что это будет? Вряд ли это, конечно, загадка, но просто поочередность. Интересно. От Мейн Кири команды Сикрет. По голде Куху по-прежнему на первом месте. У него 16 зарядов в Бладстоуне. Ultimate Orp уже имеется. Я думаю, что Лешрак выходит у нас в Хекс. БКБ есть. БКБ 7 секундный. Ну и это неплохо. Артизия в это время на топ-лейне. Пытается расковырять Тауэр. Близко, правда, не подходит. Потому что это опасно. Ну все. Вгрызается в Тауэр. Тауэр должен падать. Глиф, правда, есть у команды Малайзии. Но там есть хайграунд. Поэтому Глиф здесь юзать, я думаю, бессмысленно. Все. Тауэр для Фантом Ассасин. 5000 на руках у Артизии. Артизии дальше фармить. Убивает крипов. И можно и на хайграунд попытаться зайти. Да, все-таки вся команда Малайзии стянулась на ботом. Тим Сикрет. Ну все. Приобретает себе башер Фантом Ассасин. На байбэк, по-моему, должны деньги быть. Да, еще и сверху 500 для Артизии. Можно врываться в Куху. Даггер ловит Куху. У Куху, правда, есть Аегис. Никто... Даже и сейвить его толком не будет. Но продамажит Артизии. Правда, после Аегиса встанет Куху. Что он сделает со всей командой Сикрет? Это вопрос. Как-никак. Топнетворс на карте. Малайзии на подступах к хайграунду. В принципе, сильно битый Тавер. И через диаболики Куху его заберет. Тут ситуация невозможная. Такая, что где-то на ступеньках команда будет по минус 5 сливаться. Куху не нужно находиться близко к Таверу. Ему не нужно через мили-атаку вообще лупить Тавер. Он просто включил диаболики и подошел на допустимое расстояние. Летает в ветрах у нас Куроку на ЛОХП. Охайо разваливает у нас Куроку. С4 разультился. БКБ включает Артизии. Агрится на Охайо. Ну и Артизии поймал здесь Куху. Скорее всего, Артизии здесь заберут. Пупей приходит. Эхо-слэм. Артизии выпрыгивает на Куроку. Байбэк сразу же от Артизии. Я думаю, что команда Малайзия должна отсюда уходить. Все-таки байбэк это неприятно. И Артизии тоже здесь непроходной пассажир. Поймали Лешрака. Лешрак под пульс новый. К нему вообще нельзя подойти. По итогам файта Малайзийцы здесь очень хорошо заработали. Правда, бараки стоят. Задача максимум для команды Сикрет выполнена. Бараки не упали. А стоило ли это нескольких байбэков, это уже второстепенные вещи совершенно. По голде малайзийцы по-прежнему выигрывают. И графики просто вертикально начали свое движение. По экспириенсу та же история. С 12 на 15. По голде с десятки на 13 тысяч в пользу команды Малайзия. Фантом Ассасин. Мордип Маск появляется. Артизии планируют выйти в Доминатор. Насколько я понимаю, потом направится в Сатаник. Почему бы нет? Очень просто и слишком со вкусом, чтобы что-то другое придумывать. У Вайпера в это время появляется Баттерфляй. Кецокомба до этого был не очень-то. В принципе, уязвим. 5-0-10 идет Кецокомба. Что теперь после Баттерфляя делать в команде Секрет, непонятно. Да, Фантомке необходимо, но он будет собирать МКБ. Правда, где брать деньги, вообще не ясно. По Крепстату Артизия на первом месте. 273 для него. 262 для Куху на Лешраке. А вот по Нетворсу Артизия на четвертой позиции. 14,5 для него и аж 19,5 для Лешрака. Ну что, можно попробовать, кто крепче. БКБ от Артизии. Вгрызается в Куху. Ну и здесь пульс супернового пошла у нас от Джонни. Развалили в итоге Феникс. На минус один делает команда Малайзия. Куроку на лоу ХП. Стопит Кецокомба. Еще одно удар. И все. Кецокомба убивает у нас Куроку. Здесь разваливается С4. Ну и пошли дальше за Артизия. Артизия вгрызается в Кецокомба. Баш с первого же удара. Артизии не должны отсюда отпускать. Я думаю, что малайзийцы близки к завершению данной игры. 32-10. Как-никак. 4 в 0 файт. Ну и что? И все. Собственно, если меня спросили бы и что? Я бы сказал и все. Немного осталось. Тим Секрет. Я думаю, до победного финала со стороны малайзийцев. Здесь есть все. Здесь есть подхил. Здесь есть подсейв личный у каждого. БКБ у Куху имеется. У Кецокомба есть БКБ. Есть Баттерфляй. Чем его пилить? Непонятно. У Охайо есть Блэкинг Барфорс, Став, Даггер. Охайо не поймаешь. И у Джонни всегда есть Супернова. Поэтому в любой неудобный момент Феникс ставит Супернову и Агрит на себя выигрывает время для своей команды. А там и Пульс снова, и Агр от Акса свое дело, я думаю, сделает. Ну и, конечно же, Икарус Дайв для Феникса тоже важный артефакт, с которым... Ой, важный скилл, точнее. С которым Секреты пока что не поняли, как бороться. Зай просто бедолага. Форс Став у него есть, есть Чен Мейл, Транквил Буцы и Урнов Шадоуз. Больше ничего насобирать себе не смог. У него 5 смертей, 1 убийство. Где брать деньги, непонятно совершенно. У Леона появляется тем временем Даггер. Вообще, давайте по артефактам пробежимся. Пока небольшая пауза. Шейкер от Пупи. Даггер, Транквил Буцы, Сол Ринг, 700 на руках у Клокверка. Уже готовый Форс Став, есть Транквил Буцы, есть Чен Мейл. У ССФа готовы Юл, Мека, Боттл, БКБ, ПТ и... И выход, я думаю, в Кирасу для СФ. Хотя наблюдал я СФов и с Шивами. Купей Денайт Т2 на топ-лейне. Внешние товара для команды Сикрет закончились. Теперь драться либо на базе, либо покупать себе Бутсов Тревел, если хочешь куда-то влететь. Возможность степешиться на один из лайнов. Исчезла. Как и, в принципе, все преимущества команды Сикрет, которая была на ранних секундах. Здесь вроде как неплохо фармили. Ну, с другой стороны, вы видите, графики просто нон-стоп идут вверх, вверх, еще раз вверх. 23 тысячи по голде. Малазийцы и 23 по экспириенсу. Агрот Охайо на Пупея. Пупею непонятно, что здесь делать. Охайо у нас в БКБ. Пупея ждет, когда закончится БКБ. В итоге умирает у нас Пупей. Кецик Мба. Дал задом на СФО. СФО в Хигсе. Джонни пилит его. Артизи тоже пилит. Артизи погибает. Минус 4 делает команда Малайзия. Правда, забрали Акса и забрали Феникса. 4 в 2 размен. Но в любом случае Малазийцы... Ну и Муша здесь встреет. Зай пытается его запилить. Ракета есть. Так что Муша в итоге умирает. Зай пока живет. 4 в 3 файт. Не страшно для команды Сикрет на самом деле. Я думал там 4 в 1, 4 в 0. Тогда, конечно, могли бы смело заходить Малазийцы по мидлейну и... Игрой-то заканчивать, плавно переводить ее во вторую катку. На подходе к хайграунду. То, о чем я говорил. Не нужно подходить очень близко. Просто диаболики. Давай. И на расстояние ренжи собственной. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. А что с Пупеем случилось? Пупей у нас эхо-слэм на крипов дал. Как я понимаю. Трабл вообще от команды Сикрет Пупей. Фиссурой вместе с Когами закрывают у нас Куху на хайграунде. У Куху нет. У Куху нет ни БКБ, ни Аегиса. Поэтому можно было бы забрать его. Ну, выхиливает здесь кец и комбас своего керри в данном случае. СФ тоже у нас отреспаунился. По золоту малазийцы как выигрывали, так и выигрывают. 25 тысяч хотя бы графики. Сикреты остановили. Ну, на этой высоте, я думаю, разница небольшая. 25 это будет 1024 или 28. Главное, что очень сильно секреты горят. И проигрывают просто слишком много, чтобы ПА могла спокойный камбэк. Делать. Необходимо что-то очень серьезное. Зай должен ворваться во многих и всех засловить, застопить у нас. Благодаря батареи Саут. Или Лина должна дать чудовищный раскаст вообще по всем до проюзывания БКБ. Или Охайя. В конце концов, надо хоть как-то законтрить. Артизи агрится у нас на Охайю. Блэкинг Барр пошел от Артизи. Прыгать дальше нельзя. БКБ, в принципе, потеряно. Артизи врывается в Куху. Артизи в Хигсе. И, скорее всего, Артизи у нас уже в этой игре не появится. Забрали. Дальше за всей командой. С4. На дэмэдж у С4 ничего нет. Охайю на лоу хп. С4 должен попытаться его забрать. Блинг у нас от Акса. Куда, 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 куда. Куда. Охайю у нас вниз прыгает. Минус СФ. Минус Артизи. Минус Лина. Охайю разворачивается и готов драться дальше. У него уже есть репрешер орб. Акс таким образом у нас все построил. И Кеца Кэмба забирает еще и Пупея. Минус 4 делает команда Малайзия. Секреты пока что ГГ не пишет. Верят, что можно закамбетчить данный файт. Очень хочется в это верить тоже. Потому что интрига намертво вообще уничтожена. 2 700 по голде. Малайзия выигрывает в этом файте. 7 728 по экспириенс. Малайзия просто чокнута. Так кого имеют? Имеют секретов. Прям вообще легендарный коллектив. Новый коллектив готовый стать классик, который стал классикой еще при своем появлении. Куху уже на топ-лейне. Диаболики сжирают у нас Т3. Дальше руками пилить барак. Кецакымба в это время вгрызается у нас в милишный барак. Куху должен в итоге добивать здесь рейнджевой. Диаболики пока что Куху не езает. Через пуль снова. Но у него мана не заканчивается. 27 маны. 58,2 мана реген в секунду. Это очень много. Очень-очень много. ХП у Лешрака не так много, как маны. И реген ХП 15,8. А вот по монетам где-то 60 секунд для Лешрака. Ну, можно в принципе пульс нового вообще не выключать в течение минуты. Может даже полторы. Куху повторяет ситуацию точно так же, как и на нижнем лайне, как на топ-лейне. Зашел, включил Диаболики. Тауэр догорает. Врыв пошел у нас Вайпера. Поднимают ветра Вайпера. В принципе поздновато. Точнее рановато немножко. Игроки команды Сикрет Артизи. Впитывает в себя демэдж Артизи под хексом. Фантом Ассасин сливается. Мидлейн. Команды Сикрет догорает. Скорее всего Малазийцы эту катку выиграют. Появляется еще и Шива для Феникса. По-моему, Шива была в составе команды Малазии еще в ком-то. Да, у Лешака есть Шива. Ну, Куху здесь вообще без остановки просто. Монарий генится. Зай на лоу хп убегает отсюда. Сикреты дерутся. Феникс Сан падает у нас. С4 разваливается. Пупей разваливается. Зай единственный, кто остался в живых. Ну что, команда Малазия первую катку выигрывает. Это сетка венеров, напомню. Поэтому победитель отправляется дальше. И это очень важно, что Малазия первую же игру для себя против Сикретов выигрывает. И выигрывает с ощутимым преимуществом. Сикретам есть над чем подумать. Неуязвимых коллективов и непобедимых стратегий в Доте не бывает. Что и требовалось доказать. Малазия первую игру выигрывает. Посмотрим, чем ответят Сикреты. Услышимся через 2-3 минуты. Напомню, это студия игрокам ТВ. Микрофона друг, не прощаемся.